Всем привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть за Японию в Кайзерайх. В прошлой серии мы подчинили себе весь Китай, и сейчас будем продолжать распространять наше влияние на всю Азию. А затем посмотрим, что там происходит в Европе или где-то на Ближнем Востоке, и куда-нибудь вмешаемся. Возможно и в Америку, но Америка, я думаю, останется на попозже. А пока что мы сейчас начнем требовать различные территории у западных держав. Поехали. То есть член нашего альянса Сиам начал войну с Бирмой. В принципе, пускай. Главное, чтобы он победил. Хотя здесь речка, я не знаю, как он будет пробиваться, но посмотрим. Хотя я знаю, как он будет пробиваться, он в принципе не против вызвать нас в войну. А это значит, что мы, конечно же, поможем нашему союзнику. Наш ультиматум просто проигнорировали. Ну что мы можем сказать? Мы просто объявим за это войну? Единственное, я хотел бы сначала капитулировать Бирму, чтобы эти войны случайно не объединились. Но в принципе, я сейчас постараюсь это сделать за 13 дней. Надеюсь, мы справимся. Ну, мы не успели. А значит, что мы начинаем сейчас войну. Единственное, я не заметил, что здесь, оказывается, был гарнизон Остазии. Да, и здесь они тоже есть. Надо сейчас ими позаниматься обязательно. А также наш флот перевести уже в боевые позиции. Нашли небольшую часть флота Остазии. Сейчас мы его потопим. И также я обнаружил, что вот здесь вот плавает еще одна часть флота. Сейчас мы тоже туда отправим наш второй флот. Наш вторую часть флота. Стоит также посмотреть, что у нас тут по адмиралам на самом деле. Потому что я взял первого попавшегося. Какая-то часть флота мы успешно потопили. Потеряли мы тут две подлодки, но это не важно абсолютно. Поищем мы тут, конечно, еще какие-то корабли. Все они, в принципе, есть. Какая-то конвой мы также успешно топим. Сейчас мы доедем здесь. Потопим этот флот. И также что-то сделаем с этой вот микро высадкой. Потому что там тоже у них был гарнизон на самом деле. А вот американцы не были такими злыми. Спокойно нам сдали свои острова. Избежав войны. Делаем дальше к цели Индокитаю. Отлично. Мы тут неплохие базы приобрели. И на самом деле очень-очень близко к Америке. Там даже промышленность есть. Но пока у нас здесь есть цели. А вот мы доплыли до флота Астазии. И они начинают убегать. Но я думаю, мы должны какие-то корабли успеть забрать. Пока что только прикрытие. Ну да, мы уничтожили очень много кораблей прикрытия. Но главные корабли смогли избежать отопления. Но мы их обязательно найдем. Или мы найти. Вот тут вот группировка, которая топит наши корабли. Пробуем сейчас их перехватить. Почему-то отказываются наши корабли вступать в бой. Я понял почему. Потому что вот этот бой, на самом деле, проходит вот здесь вот. Непонятный баг, но ничего. Ну сейчас, я думаю, они так же побегут. Мы успели тяжелый крейсер потопить. И даже линкор успеем. Три линкора. Отлично. Вот эти потери мне нравятся намного больше. Ну и в принципе, вот-вот мы сейчас выпьем весь флот Германии здесь. Она, конечно, и Бирма капитулировала. И мы постараемся забрать побольше Бирмы. Удал себя в любимый регион, но это пойдет. А нам нужны эти ресурсы. Очень-очень. У нас эти решения, что мы хотим сделать Бирмой. Я думаю, в принципе, можно и освободить королевство. Более, что мы, скорее всего, сможем его пригласить. Возможно, да. Экономическую сферу. Так что, почему бы и нет. Ну вот здесь мы уже готовим войск вот сюда. Здесь мы просто из Сям, я думаю, пойдем. Как только Сям, я бы Косям не звал войну, чтобы здесь закончить. И потом просто перевести сюда армию по-удобному. Ну, позовем Сям. Выбьем. Здесь нам очень неплохо конвоев потопили. Но мы смогли справиться неплохо. И везде сюда даются. И, в принципе, основные силы противника были потоплены. Вот здесь вот я опять вижу флот. Опять сейчас мы за ним будем гоняться. Ну, что поделать. Ну, я надеюсь, что даже мы сможем потопить авианосца на самом деле. Нет, носов не получилось потопить. Но, у меня коров жутко меня бесит этот баг. Потому что мы не можем посмотреть сражение под этим. Но, в целом, неплохо. Флот еще побольше побили. Почти он закончился. Хотя, благодаря нашим удачным действиям на море, войска здесь просто не имеют ресурсов никаких. И просто горят, как мы можем видеть. Очень неприятно воевать в этом регионе без пересоса на море. Ну, вот остатки флота. Беззащитные авианосца. И они были потоплены. Опять мы не можем посмотреть. Лог морского боя. Ну, что поделать. Все, флота не осталось, я полагаю. Кроме каких-то, может быть, подлодок и мелких кораблей. Да ладно. Еще есть. Где-то еще есть линкоры и глиняные крейсеры. Ну, авианосцев точно нет. Где-то, значит, прячут. Готовы мы уже к высыске. Наши подвозки теперь переходят в их воды. Наши, в принципе, плюс-минус зачищены. Плюс мы здесь оставили небольшие авиационные подкрепления на всякий случай. А мы теперь призываем всем и начинаем наше наступление здесь. Параллельно с высыской вот сюда. Я думаю, стадио капиталирует. За ней мы ее стынтию возьмем. Не встретили наши войска вообще никакого сопротивления вот здесь. Ну, а Сингапур мы просто смогли без проблем пробить. За это мы, кстати, никуда перейти не сможем, так что нужно будет подготовить высадку. Они пытаются какие-то войска вели бы дохинуть, но это все не будет успешно. Так, еще один авианосец нашли. Сейчас потопим. Ну, стадия капитулировала. Как только мы добили ее острова. Что ж, теперь время Ост-Инди. А тем временем в Америке закончилась гражданская война. Социал-консерватизм теперь ее управляют. Здесь, конечно, будут... Да, здесь будет какое-то время нужно будет Америке, чтобы восстановить свою экономику, восстановить все. Но она это сделает. Хотя по промышленности, конечно, она не такая уж и страшная. Хотя нам очень не хватает гражданской промышленности. Мы очень много военных заводов построили. Верфей у нас не так много, но у нас еще есть союзники, которым мы строим верфи периодически. Через вот эти вот решения. Ну, посмотрим, что будет. Я еще думаю, здесь мы подзахватим. Тоже, хотя здесь мало. Сделаем еще вся марионетка. Мы инвестировали, инвестировали. И теперь сможем починить. Так что найдем, я думаю. В Европе все совсем плохо. Уже в Австрии. Вену заняты. Здесь кайзер умер. Не думаю, что и долго осталось. Хотя промышленность у них только растет, казалось бы. Но вот люди... Все еще ограниченный призыв. Все еще куча людей в резерве. Здесь уже обязательная. В России обязательная. Здесь обязательная. Любопытно. Но, видимо, просто снаряжения не хватает. Или, не знаю, они просто бесконечно их давят. Все вообще, какая-то выстка Канады произошла. Любопытные вещи происходят. Нам тут требуют вернуть Гавайи. Что ж, я вот думаю, что я, скорее всего, не буду их возвращать. И надо оценить, вообще, что у нас может быть по бою на море. У нас очень жесткое преимущество в авианосце. И, в принципе, по авиации. Но вот тяжелых кораблей у них все еще много. Хотя, прикрытий у них практически нету. Почти всех кораблей, на самом деле, это подлодки. Так что, я думаю, мы сможем без проблем просто высадиться в Америке. Но сначала нам нужно с Аст-Индии, конечно, разрешить вопрос. Тем более, там такие дикие дебафы сейчас. Удача им повоевать, наверное. Примерно он отфабрик сейчас работает, по ощущениям. Поддержки войны у них нет. Вот так что Гавайи принадлежит нам. И, наконец, капитуляция Аст-Индии. Мне не нравится, что у них всякие вот эти острова не покапитулировали. Из-за этого придется вручную что-то здесь добивать. Не очень удобно. И у Стази тоже самая история. Казалось бы, капитулируйте вы уже. И просто дайте здесь все. Но нет, они вот оставили себе какие-то территории. И их стоит забрать. О, ничего себе. В окно я посмотрю. Если нам отдадут реально все вот это вот, то, конечно, я соглашусь. Да, прекрасно. Забрали мы себе все регионы. Очень нам приятно. И можно теперь думать, что мы хотим делать дальше. У нас очень приятный блок. Защищенный. Я думаю, что нам стоит ликвидировать нашу единственную угрозу на море. Зародыше. Это США. А потом уже думать, что мы будем делать вот здесь. Война все еще идет. Я бы, на самом деле, помог даже Германии какими-то ресурсами, скорее всего. Потому что я не хочу, чтобы интернационал побеждал так просто. Но я думаю, на этом можно серию закончить. Мы завоевали здесь и западные территории. У меня осталось уже здесь стран-колонистов. Возможным будущем мы еще здесь Индию подзавоюем. Между телом, так сказать. Но в целом мы будем нацелены на США. Так что... Всем пока. С вами был TopGuy. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч.